Проект СЮС, я считаю, что это какое-то особое возрождение, культурный всплеск для нашей Родины. Я очень уважаю Нигеархану Гасанзаде, низкий поклон за то, что она делает. Я всячески стараюсь хоть как-то внести свою скромную лепту в ее деятельность, благодарна всем тем, кто стоит за этим, Министерство культуры. В общем, это здорово. Я считаю, что я хочу пожелать этому проекту долгой жизни и процветания. Игорь Негода, Союз, Зарбайган Республикасы Недови и Туризм Назилии, ССЦ, Эдеби Лаиеви, уже два года. Продолжение следует... 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 И у меня появился образ, который помог мне. И что самое интересное, по прошествии нескольких месяцев я встретила человека, который соответствовал этому самому образу вплоть до имени, которое я выбрала для обозначения этого образа. Вот вы здесь. Наконец-таки. Здравствуй. Проходи, не стесняйся, садись. Узрослела. И мне девятнадцать. А давно ли все было, Сафи? Не ровери, чтоб моя открыта ты. Пиши мне пароль, заходи. Правда, странные талии покрыто, как судьбе удалось нас свести. Мы по разной стороны, точно. Мы пример параллельных примок. Мы связались с тобой так прочно, но в себе не сказали про них. Не помнишь, как вышли? Знаешь, все теперь по-другому. Итог он хороший, но порой вспоминаешь, как бывало тогда. В этот год двадцать первого солнца не светит и весна не здорово хрипит, как больная, которая лечит, у которой тяжелый брахит. Слишком много людей и улыбок, много глаз и тянущихся рук. Много нот, портитур и попыток не забыть, кто не враг, кто не друг. Ну а ты? Как живете там? Печально, что не слышит себя уже давно. О, как, стати свистит старый чайник. Ты пив чайник, а может могу? Ты все так же странен, забиваешь уголки и агарки хранишь. Хлам строго, чтобы все огибаешь. И боишься, что не сбежишь. Ты, я вижу, теперь очень любви. Я знаю за дело. Прости. Мы теперь не такие, как были. Не тоской, дорогая София. Уже в пору разби все угло и осколк и шевни за порог. Ты теперь мне такое родное, что никто и придумать не мог. Раскопи же последний агарок. Разгреби накопившийся хлам и выплютый этот осад. Сейчас свежий чай упадал. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Да, и последнее сетев творения. Но тоже относится к человеку, который пришел в мою жизнь очень неожиданно. И я бесконечно этому рада. Не без борьбы, не без, конечно, тяжелых каких-то моментов, но тем оно сами его. АПЛОДИСМЕНТЫ С поздняком пролетел по полу, Так неизлимому днем в подобу, Словно весточке седы голубь. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. Я рада приветствовать вас на очередном нашем вечере. Сегодня я почитаю для вас стихи из прошлых лет. Твоя ли тень мерцает у плеча, Рукой ее смахну я сгоряча. Ловлю спиной колючий твой прицел, Осенчик, и герой остался цел. Сомни меня в комок и брось в степи. Ты сердце не удержишь на цепи. Пусть этот бой продолжится без нас. Один успел, второй свалился в грязь. Не поминай обиды, отпусти. Голубка рвется к небу из горсти. Кольчугой стала вязаная шая. Нависла дыма смуклая вуаль. За мной обрыжен. Передо мной черта. А я уже не знаю ни черта. И я уже не я, не мы. Мы пленены. И языки не мы. Оставь меня на столбу. Бог. И любовь. Я больше не могу. Да, яркий. Следующее стихотворение называется «Лебедь». Ты погибель моя, ты не дуг. Я лежу на земле, не взлетая. Крылья неощуп сломанных дуг провожают летящую стаю. Не осталось ни дрожи, ни слез. Сохнут раны, грубеют порезы. Я себя до тебя не донес, и моя обрывается пьеса. Сколько так я еще протяну. Не спрошу ни кукушку, ни совести. Но на шею бедрю затяну, завершая любовную повесть. И к забвению от рук поплыву. Ты меня окликаешь? Не стоит. Я тобою теперь не живу. Я теперь умираю тобою. Мне осталось одно погибать, Как дитя погибает без мамы. Завещаю тебе написать за двоих окончание драмы. И еще одно стихотворение называется «Строка». Куда идти мне на земле? Куда идти мне на земле? В ущелье ли? В поля? В сиреневой сокрыться мгле? Или каплюю моря? Ласкает ветер по щеке, Пуравит душу грусть. Быть может, светом вдалеке Со мной прибудет суть. Куда идти мне от отрав И давящих оков На запах опаленных трав До дальних берегов? Где отыскать мне в суете Обитель по душе? Как удержаться в пустоте Соринкой на ноже? Куда идти мне от тоски? Под землю ли? С земли? Да что бы Дикие пески Пути Незамели Каждый из нас обладает определенной атмосферой, определенной энергетикой. Она у Саиды очень особенная. Все девочки интересные, все талантливые. Кто-то, может быть, собирает ромашки, Кто-то ходит по глыбам, Кто-то копает землю. Вот как она висит очень разно. Ты сейчас показываешь на Лейлу, но я не Лейлу сейчас приглашу. А где папа? Я тебя хочу пригласить. Я хочу пригласить у нас в Лейманы, потому что она совершенно другая по энергетике девочка. Да, она сейчас вас просто, наверное, заставила потанцевать. Мы ждем папу. О девочках я рассказать могу не больше, чем они могут это сделать о себе своими стихами, потому что я с ними знакома исключительно через их творчество, через поэзию Савер Хан. Это все произошло на самом деле очень спонтанно. То есть после анонса, который я разместила в социальных сетях о том, что еще молодые таланты, и начались там разные, разного рода споры, почему до 35, почему не выше и так далее. Были реальные дебаты на эту тему на моей странице. Тот же знаменитый Эмир назвал несколько имен. Если не ошибаюсь, это была Атика, это была Лила и Ире. Савелю я знала еще. И Савина Бельбекова. Очень интересная тоже девочка, которая очень интересно пишет. Я их прочитала, мне очень понравилось. И я сразу же с удовольствием пригласила на этот проект. Они выступили. Я даже помню, что кто-то дебютировал из вас в ЧСБ. Я помню. Ирен. Ирен дебютировала также на Сёзи. Сейчас у нее тоже определенная аудитория. Я помню, когда я еще жила в Англии, меня пригласили на вечер, поэтический вечер, если не ошибаюсь, тоже, в театре Шлебимутова, в качестве гостя. Я читала стихи и увидела на стиле, я обыкновенная совершенно девочку. Она меня покорила. И когда я вернулась и начала этот проект, я стала ее искать. Я ее искала как бы достаточно серьезно. Мне повезло. Мы встретились. И теперь она моя. Все, на самом деле, очень просто. Девочки эти по профессии, в принципе, у них совершенно разные профессии. Потому что, вот, Атика, если не ошибаюсь, Вы можете, пожалуйста, просто представить себя? Да. Я окончила кармейский факультет в Музыкальном училище в Крикосево-Творье. И жила в 13-е. То есть, параллельно с занятиями. Да, как это стерли? С ума, связь, да, пожалуйста. Давай, 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 давай с тобой. Я, на самом деле, не знаю, что читать. Поэтому, конечно, со знакомых. Они их делали. А потом... Ладно. Ситуация как занятная, так и страстная. И душа у нас непонятная, но прекрасная. Все равно, где гореть в огне в Риме, в Бостоне, В ослепительной белизне белой простынь. Наши сны как разноцветные, так и страстные. Нам приснятся плоды запретные, но прекрасные. Ночью черная красота, ох, преступная, Как волос моих чернота недоступная, Как натянутая струна. Что получится? Сладкий запах сведет с ума, улетучится. Но глаза твои лихорадочные и страстные, И мечты у нас непорядочные, но прекрасные. Спасибо. Одну классику, одну, одну. Просто ее очень легко, она очень легко читается. Музыка для души, музыка за окном. Все говорят, ушиб. Я чувствую перелом. Время идет, идет, чувствую быть в беде, Чувствую не зарастет, кости уже не те. Лечь в потолок лицом, лечь, чтобы уже не встать. Ангел под подолком. Как же тебя назвать? Слово не нахожу. Клином не вышепкли. Снова одна лежит. Ангел хранитель. Блин. АПЛОДИСМЕНТЫ Что-нибудь здесь сейчас еще найдете. Безответственно? Безответственно. Безответственно, да. Давайте… Ну, мы же много, много, очень много упадем. Давайте очень грустное что-нибудь. Я один раз в жизни прочитала за всю свою жизнь стихотворение, которое было посвящено очень талантливому молодому человеку, который 27 лет ушел из жизни, красмейстера Азербайджана Буканкашимов. Это была трагедия. Для меня это была личная трагедия, которая в итоге преобразовалась в стихотворение, которое мне до сих пор больно читать. А земля, она не остановится. Она вращается. Но концы все еще не сходятся. Январь кончается. Хочется не рассыпаться, как-то собраться и не получается. И хоть жизнь движется, вряд ли уже получится. Говорят, такое случается. Мы не знаем, как это пишется, как это читается, но сердце этому не научится и даже не попытается. Не забыть, если след оставил, а такое не забывается. У сердца другие правила, даже если Богу не нравится. В сердце попробуй залезть. Он был тем, кого днем с огнем, которых по пальцам счесть. Сердце шепчет. Прием, прием. А давай говорить о нем, как будто он еще здесь. Хоть он высоко, выше не подняться. Кроме черного нет цветов, а не только сняться. Все было достойно и пышно, но теперь приходится наклоняться, чтобы нас было лучше слышно. Не знаешь, куда податься, вошло одеться, чтобы не сломаться. Кому прольнуть? Куда уйти? Когда вернуться? Кому отдастся? Когда уснуть? Когда проснуться? Стоит ли просыпаться? И кто что скажет не в счет? Я знаю другой ответ, который меня спасет. Бог теряет авторитет. 27,5 лет. Черт. Все вкусно. Пока. Продолжение вкусной темы. Стихотворение, которое посвящено моим отцам. С ней, мил. Да, проси. Перели, мил. Это хорошие стихи. Вот видишь, где-то. Но новые читают. Новые тоже читают. Я как-то разговариваю. Так, можно сказать, что они не отказываются. В день, когда страшно тебе и не спится, в мире вранья. Если в окно к тебе кто-то стучится, знай, это я. В день, когда будешь сдаваться без боя. В день, когда будешь сдаваться без боя, злость не тая. Это я. Если закончится горем огромным, жизнь не твоя. Кто-то один ляжет камнем над гробом. Знай, это я. Плавно напишут на мне зубы стись. И вниз остриен статус, фамилию, годы жизни, имя твое. И возлагать очень неторопливо будут цветы. И если во мне что-то было красиво, знай, это ты. Если он хочет мыть, управляй, управляй, управляй. А это не может никак. Поставай, управляй. Ренессанс называется. Сейчас слышно. Да. Приветствую всех за вашу секунду. И благодарю за нашу шанс выступить. И у меня сейчас все вылетело за головой. Потому что я как-то нечего говоря. И попытаюсь проведировать. Вы совсем памятного сказали, что сходный будет выступить после этих участников. И, полагаю, это не конкурс, а просто выступление. Иначе я бы просто не вышел с учителяной сцены. Потому что после Айтики, после Саиды Хан вступать, это было очень сложно. Меня зовут Коми Смей. Мне 21 год. Я являюсь автором каньеры Ниссанс, которая уже имеется и на транспорте. Я пытался рассмотреть такой случай в жизни, когда обстоятельства могут быть сильнее человека. И порой его существо такое, что человек ходит на прикошу чьих-либо интересов. И таким образом дорождается вражда между людьми. И рассказ в детстве от первого лица в книге повествует о жизни, о 10-летнем отрезке жизни главного героя, который раз за разом теряет все, к чему шел в протяжении всей своей жизни. И он попадает в тюрьму, затем, находясь в тюрьме, он узнает имя человека, который стоял за всем этим. И под развязку книги случаются их встречи. Книга сама как бы можно ее внести и к же детективу, и к драме, и к трейлеру, и с детективу. Поэтому сложно было думать, что-то среднее. Я буду главным мозаиком, который развивается, и надеюсь, оно поможет. Моя жизнь буквально была перепломена головоломками. Я словно шел по пути, в котором за каждым поворотом меня ждал угловой тайны. Там ключи к разгарам были заложены в глубинах моей памяти. Тот сон, который распался с огнем, все это навязывало мне мысль о провалах памяти. Вы были сегодня с нами, вы слушали достойных молодых людей. Для меня это очень многое значит. Это значит очень многое для всех выступающих, не так ли? И я хочу пригласить на сцену сейчас всех, кто выступал, чтобы вы еще раз поаплодировали. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Аплодисменты. 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 В тот день будет тихо и бархатно в доме, дом будет томим ожиданий мира, все тайно задышит, забьется, все, кроме меня в этом доме, меня в этом доме, я молча замру, как земля перед бурей, пригнусь и застыну, как в полночь трава, чтоб слышать полет в сердце пущенной пули, когда станет сердцем моя голова, когда, как песок, в пол опустятся ноги, и стены обнимут мехами соблазна, в тот день, как иголка в соломенном стоге, я спрячу конец, не казаться опасной, в тот день, черт дыша, не рассеять мгновенья, прижаться к порогу, починить шаги, всем телом воскреснуть и стать воскресеньем, разжаться, разжаться навсегда благи, чтоб спеть, аллилуйя, такое возможно, сбываются самые мертвые сны, снимаются платья с плечей осторожно, и чувство страха, стыда и вины, и станет узлом на запястье удачи, моя долгожданная красная нить, глаза загляну и, наверное, плачем, скажем, что теперь очень хочется жить, в тот день будет тихо и парханно в доме, дом будет в том же время, в том же время, все тайны заглянули, забьется все крови, тебя в этом доме, тебя вовнутрь доме. Спасибо большое.